Всем привет! В студии Роман Даров. Это новости на Универтв. В этом выпуске. Ректоры КФУ нагородили завклад в развитие юридической науки. В Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялся мастер-класс представителей МИА «Россия сегодня». В КФУ состоялось открытие конференции, посвященной 90-летию основания университетской кафедры почвоведения. В Казани наградили лучших юристов за значительный вклад в развитие юриспруденции в Республике Татарстан. В рамках Дня юриста прошла церемония вручения премии юрисгода Республики Татарстан и Всероссийской премии имени Габриэля Шершеневича. Анна Глазнова с подробностями. В колонном зале Казанской ратуши состоялась торжественная церемония вручения премии юрист года Республики Татарстан и Всероссийской премии имени Габриэля Шершеневича. Всех гостей поприветствовал президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. О профессии юриста во всем мире относятся число уважаемых и востребованных в обществе. Сегодня нет ни одной сферы жизни, которая могла бы обойтись без правовой поддержки. Большая работа проводится в нашей республике. Не секрет, что мы столкнулись с серьезными проблемами, которые были связаны с интересами наших граждан, юридических лиц. В рамках вручения премии проходило и награждение почетными грамотами. За вклад в развитие юридической науки в Республике Татарстан был удостоен ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Грамоту вручил российский государственный деятель, доктор юридических наук Павел Крышеников. Особым вниманием были отмечены номинанты ежегодной юридической премии Республики Татарстан «Юрист года». Она была учреждена 8 октября 2014 года Советом Татарстанского регионального отделения Ассоциаций юристов России. «Служу юридической науке». Премия является признанием заслуг юристов, которые внесли наиболее значимый вклад в развитие юриспруденции в Республике Татарстан. Награждение проходило в четырех номинациях. Это правовое просвещение, правосудие, заказание бесплатной юридической помощи и защита прав и свободы человека гражданина. Активно участвуют в оказании бесплатной юридической помощи, но и сами проявляют большую инициативу. Это не только помощь, это и снятие нагрузки с государственных органов, это и снятие нагрузки судебной системы, это и в первую очередь, конечно, возможность решения чаяния жителей нашей республики. Состоялось также вручение Всероссийской премии имени Габриэля Шершеневича, учрежденной в 2016 году. Он был одним из лучших выпускников Казанского университета, закончил юридический факультет, здесь стал профессором, здесь закончил гимназию. Очень здорово, потому что именно здесь, сегодня в республике мы получаем эту премию. Благодаря вручению таких премий повышается важность и престиж профессии юриста, происходит формирование правовой культуры. Награждение проходило в рамках мероприятий, приуроченных ко дню юриста. Анна Глузнова, Виолетта Басова, Универньюз. Будущие журналисты КФУ встретились с представителем МИА «Россия сегодня». В ходе мастер-класса речь шла о свободе слова, необходимых для работы, качествах и действиях журналистов в горячих точках. Подробности в следующем сюжете. 27 ноября в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялся мастер-класс директора по коммуникациям и связям с общественностью МИА «Россия сегодня» Петра Петрова-Ледовского и Радика Амирова, руководителя отдела национальных проектов МИА «Россия сегодня». Это действительно крупнейшее в России международное информационное агентство. Важное здесь слово международное, потому что в этой связи Россия сегодня это одно из крупнейших информационных агентств в мире. И это даже не агентство в чистом виде. В Россию сегодня входят такие крупные структуры, как РИА Новости. РИА Новости – это информационное агентство полноценное. В ходе мастер-класса не обошлось и без отрагивания темы свободы слова, которая так остро стоит во всем мире на данный момент. 70% американцев получают новости не из газет, журналов, сайтов и так далее, а из Фейсбука, из своей ленты в Фейсбуке. То есть все новости сыпятся туда. Поэтому для того, чтобы сыпались правильные новости, а не спутник с РТ, товарища Цукерберга периодически вызывают в Конгресс и с ним, так сказать, вдумчиво беседуют. В ходе дискуссии также обсудили вопрос о роли государства в средствах массовой информации. Завершение мастер-класса гости дали на путствие присутствующим студентам. Диана Шилова, Леонард Влесьяров, Универ Ньюз. В стенах КФУ составился круглый стол, темой обсуждения которого стали вопросы экологического характера Республики Татарстан. О ходе мероприятия наш следующий сюжет. В зале попечительского совета КФУ прошло публичное обсуждение правоприменительной практики управления Росприроднадзора по Республике Татарстан. В ходе мероприятия обсуждалась правоприменительная практика и механизм реализации тех норм, которые уже с 1 января 2019 года войдут в силу. Прежде всего это установление нормативов качества окружающей среды и допустимого воздействия на среду при осуществлении хозяйственной деятельности. Основные изменения касаются крупных предприятий, которые функционируют на территории Республики Татарстан. С 2019 года существенно возрастает роль экологического образования руководителей хозяйствующих субъектов, имеющих объекты 1, 2 и 3 категорий и экологических служб данных предприятий. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ Ньюз. В Елабужском институте КФУ обсудили подходы к изучению татарского языка. На базе института прошла научно-образовательная конференция «Татарский язык, литература и история. Прошлое, настоящее, будущее». Подробности в следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ состоялась 9-я всероссийско-научно-образовательная конференция «Татарский язык, литература и история. Прошлое, настоящее, будущее». Основной темой конференции стала популяризация татарского языка, литературы и истории. Участие в конференции приняли обучающиеся школы, студенты среднеспециальных учебных заведений и вузов. Раньше у нас контингент чуть-чуть изменился. Раньше у нас было 9, 10, 11 классы, а в этом году уже мы прибавили 7, 9 класс. Ученики с удовольствием приехали и выступают. В ходе конференции были затронуты такие вопросы, как изучение родного языка и татарской литературы, фольклоры, проблемы его изучения, изучение родного языка в условиях местного диалекта, а также лингвокультурология и духовная культура татарского языка. По окончанию работы секции были определены победители и призеры в каждой из них. Диана Шлава, Серена Иванова, Айдар Нурмиев, Универ Ньюс. Бритиш Петролиум не ставит ограничений в том, сколько раз студенты и ученые могут претендовать на стипендии и гранты компании. Отбор претендентов осуществляется дважды в год, весной и осенью. Поучаствовать в конкурсе может каждый. Подробности смотрите в следующем сюжете. 26 ноября в Казанском федеральном университете прошло под знаменем Бритиш Петролиум. Первой половине дня представители одной из крупнейших нефтегазовой компании мира провели собеседование с претендентами на получение стипендии БИПИ среди студентов бакалавриата и специалитета. А уже после обеда наградили победители аналогичной программы среди магистрантов и аспирантов. Также заслуженные награды получили лауреаты программы поддержки научно-исследовательских проектов. Диана Шилова, Леонард Ультьяров, Универ Ньюз. Ученики казанских школ выступили со своими докладами на школьной секции в рамках научной конференции «Актуальные проблемы современного почвоведения». О мероприятии расскажут в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялось открытие Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы современного почвоведения», посвященной 90-летию основанию университетской кафедры почвоведения. Дисциплины агрономического плана, агрохимического характера, они преподавались в нашем университете на протяжении длительного времени, хотя кафедры меняли свое название. То есть сначала это была кафедра сельского домоводства, потом это была кафедра агрономической химии, потом кафедра агрономии. И вот уже в 1928 году по инициативе Ивана Владимировича Тюрина была сформирована кафедра почвоведения. 27 ноября работа конференции продолжилась в школьной секции. Ребята представили свои научные работы в области экологии и почвоведения. На этой конференции я представил исследовательскую работу на тему определения экологической защищенности подземных вод, с использованием геоинформационных методов, то есть это геоинформатика. В моей научной работе рассказывается о уровне защищенности грунтовых вод повсеместно на всей территории Республики Татарстан. Организаторами конференции выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Институт экологии и природопользования КФУ, а также Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан. Сегодня знаменательный день, поскольку собралось много детей как из регионов Российской Федерации, это город Волжск, так и из районов Республики Татарстан. Дети выступали с докладами, очень достойно, очень приятно видеть детей думающих. И самое главное, что почвенное направление живет в Республике. Валерия Муратова, Ленарда Влетьяров, Универньюз. Это были новости на Универтв. Всем до скорых встреч, пока! Редактор субтитров А.Семкин